мы приходим к тебе господь чтобы вместе с хором и музыкантами поблагодарить тебя господь иисус за все за все за все что ты даешь только ты достоин всей славы господь ничего совершенно ничего из того что у нас есть сегодня мы не заслужили все ты нам дал по своей милости ты нашел нас ты спас нас ты искупил нас ты избрал нас ты коснулся на нас и дал нам свои дары ты благословил нас все что у нас есть пришло от тебя и все вернется к тебя потому что только ты достоин всей славы господь иисус слава богу слава богу в нашем собрании слава богу и позволь мне сказать господь если кто-то из нас сегодня когда-нибудь или когда-нибудь позволил себе причислить к себе хоть часть твоей славы прости нас сегодня господь потому что вся слава принадлежит только тебе если у нас есть какие-то способности если мы талантливы в чем-то это потому что ты позволил нам временно обладать этим чтобы мы могли превозносить и правы и прославлять твое великое имя во имя славы твоей аллилуйя и вся церковь больше скажет слава богу не будет сложно сегодня собраться чтобы передать вам проповедь мы все знаем что много людей пострадали от урагана целые города сметены потопом на западе северной каролины церкви разрушены люди остались без ничего это сокрушает и удручает меня поэтому мы решили помочь и мы уже организовали на нашем церковном сайте отдельное объявление под названием помощь после затопления мы партнеры с другими благотворительными организациями подключили все каналы помощи людям мы ожидаем информации о церкви божией одной из наших церквей мы ожидаем других сообщений о разрушениях других церквях то районе по нашим по счетам более 30 церквей потерпели урон после этого наводнения и мы хотим быть уверенным что мы смогли сделать все возможное чтобы помочь им поэтому если вы хотите подключиться к помощи в этом направлении вы можете это сделать через наш веб-сайт и в этот момент господь когда у нас все в порядке когда наш ковер сухой и кондиционеры работают у нас есть свет и у нас телефоны работают у многих людей там нет никакой связи вообще я молюсь за них господь и как всегда мы молимся за эту трагедию пришло время понять людям что все в этом мире пройдет все однажды сгорит в один из дней единственное что будет иметь значение это то что ты живешь в наших сердцах и мы просим чтобы ты благословил тех людей и помог им во имя иисуса христа мы молимся и все скажут аминь я хочу попросить вас еще немного постоять спасибо что вы были с нами сегодня джейсон вы с женой были благословением для нас ой извините я опять перепутал имя у нас так много джейсонов джорданов джастанов я вечно их путаю простите люди мои имя тоже вечно путают с кем-то и я благодарю наш хор и музыкантов вы хорошую работу проделали я хочу чтобы вы вместе со мной открыли место писания по которым я буду проповедовать в это утро матфея 13 глава начиная с 24 стиха и вы знаете как мы будем читать это совсем дерзновением и верой это слово живого бога готовы 24 стих другую притчу предложил он им говорят царство небесно подобно человеку посеявшему доброе семя на поле своем когда же люди спали пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел когда взошла зелень и показался плод тогда явились и плевелы придя же рабы дома владыки сказали ему господин недоброе ли семя сеял ты на поле твоем откуда же на нем плевелы он же сказал им враг человек сделал это арабы сказали ему хочешь ли мы мы пойдем вы выберем их но он сказал нет чтобы выбирая плевелы вы не повыдергивали вместе с ними пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам соберите прежде плевелы и свяжите их в связке чтобы сжечь их а пшеницу уберите в житницу житницу мою вы можете присесть выглядит что в последнее время много об этом говорю я никогда не видел того что увидел до вчерашнего дня перед этой притчей он рассказал им притчу о семени помните вы помните эту притчу о семени какое-то семя упало при дороге прилетели птицы и все исклевали какое-то семя упало на каменистую почву или на твердую почву и поскольку не было корни высохла третья группа вроде бы начала расти но было забито сорняком и только одна группа одна из четырех возросло и призве произвело плод мы видим тут что дьявол сделал в точности то что иисус предупреждал он будет делать он украл он убил и он погубил или разрушил и это четвертая группа это плодоносная группа эта группа с хорошим семенем было там тоже но сатана не смог убить украсть и погубить ее тогда он нашел другой путь каким разрушить задушить ослабить и любым путем обнулить их присутствие и плодовитость вот именно об этом эта притча иисус сказал что поскольку одна группа выжила сатана придумал другой план позвольте мне сказать он кое-что дьявол очень старается и еще я хочу сказать вам что сатана любым путем ищет как уничтожить тех кто работает в божьем саду работники уснули ну вы должны спать когда-то ничего нет предусудительного в том что человек спит кстати бог создал адаму жену когда он спал все должны спать но есть духовный сон который мы должны любым путем избежать и те работники не должны были спать потому что среди ночи меня поражает что дьявол работает ночью помните когда он хотел утопить апостолов это произошло ночью во время шторма помните когда иисус был арестован это случилось ночью и что апостолы делали они спали дьявол имеет свою стратегию которая работает ночью потому что тьма его среда тьма его среда обитания и те кто любит тьму любит грех и дьявол сделает все что возможно чтобы разрушить вас если вы верующий приносящий плод вы должны быть предупреждены о том что сатана ждет своего темного времени когда он сможет принести эффект на вашу жизнь темное время когда сеется семя которое иисус не принимает и вы знаете что это неправильно это своего рода духовный сон в который он хочет вас ввести чтобы отвлечь вас от молитвы и слова божьего это состояние дремоты духовная дрема это глубокое состояние сна я бы даже сказал состояние духовной комы это когда вы считаете себя верующим но у вас не осталось огня у вас нет больше радости нет духовной активности нет дерзновения нет стремления в поиске бога нет жажды нет желания по праведности вы просто дрейфуете просто прожигаете свою жизнь позвольте мне еще сказать вам это все реальные вещи вы слышали такое выражение разбитое сердце это может ввести вас в такое состояние сна это может быть причиной духовной лени разбитое сердце реальная вещь если вы такое такое с вами случалось вы знаете о чем я говоря друзья это изнуряющая вещь когда вы чувствуете что не можете больше дышать когда не хватает воздуха и все внутри вас разрушено вы настолько разочарованы настолько в отчаянии не знаете что говорить вы даже не хотите слышать никаких слов утешения ни от кого потому что вы так страдаете вы просто хотите чтобы вас все оставили в покое еще одна вещь злоба злость может ввести вас в состояние сна если вы сейчас в таком состоянии не отворачиваетесь и не закрываете уши вы может быть злы и обижены на бога потому что как вы думаете он не ответил на ваши молитвы вы не понимаете почему бог позволил всему произойти почему все так произошло так не должно было быть как мог бог о котором мы проповедуем о котором мы поем как он мог ничего не сделать в эту ситуацию и это злит вас вы злитесь на всех и вы настолько расстроены что не хотите открывать библию и даже не хотите молиться больше вы можете быть настолько уставшими это может произойти от усталости и от изнеможения вы так много делали для господа и ничего не происходило настолько что у вас не осталось никакой энергии нет сил нет энтузиазма вы так устали от всего беспокойство и тревога может быть причиной когда вы боитесь что же будет происходить когда вас нет уверенности в завтрашнем дне и даже в следующий момент это вызывает чувство дурноты ваши нервы напряжены и это может ввести вас в духовный сон и господь предупреждает нас об этом потому что он когда мы засыпаем это лучшее время для работы сатаны и потом мы видим что все это имеет эффект на нас посмотрите что я нашел я не придумал это я это вчера нашел сон абвиатура сна я грешу легко когда я засыпаю духовно я начинаю легко грешить и я намеренно грешу другое я теряю свою любовь моя первая любовь ушла вещи которые раньше меня радовали и восхищали возбуждали молиться и прославлять и любить божьи вещи теперь ушли они умерли далее я подчиняюсь своей плоти мои решения больше не духовные я больше поступаю по своим желаниям по плоти еще одно меня привлекает этот мир меня больше интересуют люди ситуации и вещи я теряю молитвенную жизнь я слишком зол чтобы молиться слишком устал чтобы молиться слишком противен себе чтобы молиться грех контролирует мою жизнь и все это называется духовный сон вот почему я думаю дьявол сражается с духовными церквями за это он бьется впрочем есть церкви которые его не беспокоят потому что в них есть просто программы и проповедники просто болтают развлекая пустыми проповедями их уста пустые люди приходят туда зевают смотрят на часы ожидая когда все закончится думают что будет следующим сколько еще он будет говорить дьявола такие церкви не беспокоит они уже у него в кармане но он боится церквей куда люди приходят со словами мне нужен иисус и я должен быть наполнен духом святым и я верю что вознесение церкви может пройти в любой момент и я должен делать все для отца моего небесного и я дитя божье я не принадлежу этому миру вся моя жизнь мои дела мои стремления отличаются от этого мира тогда такой человек и такая церковь которые стремятся угодить богу тогда они обязательно подвергнутся атакам давление будет сильным вот почему господь говорит нам по всему писанию это прослеживается молитесь 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 потому что это самая мощная вещь которую вы можете делать сколько раз вы слышали меня когда я говорил о важности молитвы как часто я напоминал вам о необходимости таких вещей как молитва как часто я уговаривал вас умолял вас упрашивал говорил о важности молитвенного служения чтобы вы молились потому что молитва это самая мощная вещь которая только может быть на этой планете. И это не просто изменит, это не просто меняет все вокруг вас. Молитва изменяет меня. Неужели вы не видите? Господь, я должен остановиться на этом, я не хочу ничего важного пропустить. Когда я молюсь, я изменяюсь. Я думаю иногда, когда я учил о важности молитвы, я говорю, что внешние вещи изменяются. Вещи, которые должны быть изменены, они должны быть с нашей точки зрения другими, быть лучшими для нас. Но Писание, Святое Писание говорит, что когда я молюсь, я сам изменяюсь. Я изменяюсь. И Иисус меняет мою внутренность. Дух Святой работает с моей жизнью. Это силы молитвы. Когда не только меняется то, за что мы молимся, но происходят изменения во мне. До сих пор, пока я не стану более похож на Иисуса. До тех пор, пока я не буду желать больше Иисуса. Когда я буду это делать, более всего другого в этом мире, что-то будет происходить. Вы слышали, я уже говорил об этом. Я знаю, вы должны это помнить. Позвольте мне еще раз вам напомнить. Потому что это меняет мою жизнь. Что-то происходит со мной. Когда я захожу в молитвенную комнату, когда я закрываю дверь за собой, Бог открывает другую дверь передо мной. Пастор, ты об этом постоянно говоришь. Знаете почему? Потому что это правда. Мне все равно, насколько недуховно я чувствую себя, когда я прихожу туда. Это дисциплинирует меня. Когда я открываю дверь и захожу туда, я говорю, здесь все меняется. И тогда я закрываю эту дверь за собой. И Бог всемогущий открывает другую дверь передо мной. Новые возможности, новые силы, новые изменения, новое понимание. Потому что, когда мы склоняемся в молитве, это сокрушает нас. Вы перестаете смотреть на себя. И все фокусируете на Иисусе. Его бесценной крови. Его всемогущей силе. Его великой любви и величайшей благодати. Когда я вхожу в молитвенную комнату один, ангелы наполняют ее, и присутствие Божье сходит туда. И все меняется. Я знаю, что я говорю на повышенных тонах. Честно говоря, я не понимаю, почему я всегда извиняюсь. Я продолжаю так говорить все равно. Наверное, потому что я переживаю о гостях, которые думают, что этот мужик может потерять контроль. Братья, я уже давно начинаю волноваться, когда говорю об этом. Вы меня слышите? В молитвенной комнате хватит всего для всех, кто дисциплинирует себя и смиряет свою плоть. Кто заставляет себя входить в молитвенную комнату. И ваш разум не может понять, что происходит. Но что-то всегда происходит, когда вы молитесь. Подождите минутку. Вы знаете, что я понял? Каждый раз, когда я делаю что-то библейское, что-то, что Иисус завещал мне делать, или то, что Дух говорит мне делать, что-то происходит в моей жизни. К примеру, даяние. Когда я даю, я разрушаю силу самовознесения. Когда я беру свое и отдаю кому-то, я забываю, что мне это надо. И я закидываю свои желания. Говорю, кто-то более нуждается, чем я. Но я это делаю, потому что это дает мне свободу. Когда я отдаю, отпускаю силу, силы самоцентризма разрушаются. Это замечательная вещь в даяниях и десятинах. Я знаю, что есть много скептиков по поводу десятины. Это законничество, что Моисей начал это делать. Нет, не он был родоначальником этого. Авраам был первый, кто отдал свою десятину сонни лет до рождения Моисея. Бог дал людям этот дар даяния и десятин. Дар отдавать. И время от времени, когда человек, оглядываясь, думает, выглядит, как будто у меня появилась нужда, и он пытается больше и больше оставлять у себя в карманах, он забывает, что его обеспечитель, Бог всемогущий на небесах. И все ваши нужды Бог заполняет. И когда человек думает, что это все мне... И когда человек думает, что мне это все не поможет, но есть кто-то более нуждающийся, я отдам ему, тогда что-то происходит. И вместо того, чтобы видеть вашу нужду, вы видите, что Бог восполняет все ваши нужды. Скажите «Аминь» со мной. И когда я даю, я разрушаю силу самоконтроля и самоцентровки. То же самое происходит с молитвой. Когда я молюсь, я смиряю свою плоть. «Я молюсь несмотря ни на что». Я вырос с этими терминами. Молитесь несмотря ни на что. Я думаю, что никогда не понимал истинного смысла этих слов. Понимаете? Когда вы молитесь несмотря ни на что, вы не пытаетесь перескочить через что-то. Вы не пытаетесь перескочить через территорию врага, потому что вы уже посажены с Господом Иисусом Христом на небесах. Вы не пытаетесь перескочить через преграду и постучать в дверь. Нет. Вы молитесь, несмотря ни на то, ни на что, как вы чувствуете себя. Вы молитесь, несмотря на ваши личные переживания, несмотря на ваше физическое самочувствие, усталость, нервозность, страх, огорчение, раздражение. Вы все равно молитесь. Вы говорите, последнее, что я хотела бы сейчас это делать, это молиться. Вещь, которую я не хотел бы сейчас сделать, это склонить свое лицо перед Богом и Его Словом. Я бы больше хотел сейчас посмотреть телевизор, например, какую-нибудь спортивную игру, но затем я понимаю, что если я буду молиться, несмотря на мои чувства, я понимаю, что это духовная битва. Тут речь не идет о том, что я чувствую. Тут идет битва, и дьявол хочет посеять плохие семена в темное время, в ночное время в моей жизни. И вместо того, чтобы спать, я встаю и бодрствую. Я наблюдаю за своими границами. Я говорю врагу, врагу, вы не посеете это в мою жизнь. Вы не сможете этого сделать. И я отдаю себя Богу в молитве. И я смиряю свою гордость, свое самосохранение. Я забываю, что я чувствую, и я понимаю, что у меня есть сильнейшая сила, которая только может быть. Это молитва. Вы слышите, что я говорю вам? Мне интересно. Мне, я просто поражаюсь. Почему в каждой церкви нет всеобщего молитвенного собрания? Я не могу понять, почему. У нас раньше были молитвенные служения и свидетельства по средам. А теперь это просто превратилось в программу по средам. Мы ушли от силы молитвы, от необходимости ходатайства. Работники уснули. Они позволили этому сну одолеть их. Но пока работники спят, сатана сеет плохие вещи в нашу жизнь, в наш мир, братья и сестры. Местописание, которое я постоянно перечитываю и размышляю о нем, тоже о чем Бог говорил нам. Исайя, глава 64. Вот что Исайя говорил об Израиле. 6 стих. «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как запачканная одежда». И далее. «И нет призывающего имя Твое». Нет. Никого, кто бы призвал имя Господне. Того, кто бы искал Бога. Это поразительная загадка, о чем писал Исайя. Они видели, какое беззаконие творилось в миру. И Он говорил о тех людях. Они все равно грешили. Они бунтовали против Бога. Наслаждались своим отступничеством. Они скатывались назад в своем неверии. И Он пишет о них, что нет ни одного человека, который бы искал Бога. Но подождите, подумайте на минуту. Мы не такие. Мы же люди Божьи. У нас есть ответственность. И Он был поражен, что никто не встряхнул себя. Вы слышите это сравнение? Никто не взбодрился или встрепенулся. Никто не ищет Бога. Посмотрите, что происходило. Смещение. Смешание. Тут использован этот термин. Что-то происходило. Какая-то активность. Этот термин использован, когда Иисус исцелил больного у колодца. Человек лежал возле Него 30 лет, и Он ждал движения в той воде. Когда вода возмутится, Он ждал движения. Павел писал, 1 Тимофея, у тебя есть дар, и время от времени ты должен его возбуждать, потому что Божий дар как бы оседает на дно. Ты успокаиваешься с ним, и ты теряешь свой огонь. И время от времени ты должен встать перед Богом и возбуждать свой дар, который в тебе. Это нелегко и некомфортабелен для тебя, но ты должен это делать. Я должен вам признаться. Вчера был, наверное, один из самых тяжелых дней за последние, ну, наверное, 20 лет, когда мне надо было войти в молитвенную комнату. Я не хотел туда идти. Я не знаю, почему я был таким уставшим. Я просто не мог понять, почему. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Почему я не мог молиться? Я просто не хотел туда идти. Я хотел заняться чем-то другим, чем-то человеческим. И слава Господу! Я смог собраться и заставить себя и сказал себе, нет ничего более важного в этом мире, чем что ты можешь сделать. Нет ничего более ценного для твоей церкви и для тебя тоже. Соберись и иди в твою молитвенную комнату. Закрой эту дверь за собой, потому что ты своими устами об этом говоришь постоянно. Каждый раз, когда ты закрываешь за собой дверь своей комнаты, Бог открывает дверь перед тобой. И я сказал, ты прав, Господь. Я это говорил, потому что ты сам сказал мне так говорить. Поэтому я пошел. Я взял свою Библию и взял свой плед. И я склонился на колени и сказал, я не поднимусь с колен до тех пор, пока мой дух не будет обновлен и возбужден. И до тех пор, пока я не услышу Слова от Бога. И, друзья, не прошло и пяти минут, как я почувствовал, как Дух Святой наполнил меня. И Он возбудил мой Дух. И сила Его славы наполнила меня. Это работает и всегда работает. Аллилуйя Богу Всемогущему. Помните ту женщину, которая страдала кровотечением многие года? Я не буду вдаваться в подробности. Вы помните ее историю. Что она сделала? Кажется, самое комфортабельное, что она могла сделать, это оставить все как есть. Иисус проходил мимо. Она могла кричать, как все вокруг, и звать Его Иисус. Иисус, можешь меня исцелить? Но она не стала так делать. Ей нужна была помощь. Она потеряла все свои деньги, пытаясь вылечить свою болезнь. Она больше не верила докторам. Она умирала. И Библия говорит, Иисус проходил мимо, окруженный толпой людей. Но она сказала себе, кто-нибудь слышит, о чем я говорю? Она сказала, я не могу позволить упустить эту возможность. Сейчас или никогда. Это мой шанс. Поэтому, может быть, у меня нет достаточно сил, я слаба, я истекаю кровью, я умираю, но я не упущу этот шанс. И она отодвинула одного человека, а другого сдвинула в сторону. Простите, мне надо туда пройти. Она пролезла между другими людьми. Простите, но мне надо вас отодвинуть. Отойдите, дайте пройти. И она толкала, отодвигала, она даже выглядела грубой. Но бывает время, когда вы должны сказать сейчас или никогда. Не время быть деликатным, потому что это единственная вещь, которая важна для меня. И когда она, наконец, пробилась в центр, она протянула руку и дотронулась до одежды Христа, потому что она знала, что как только она дотронется до Него, как придет Иисус, Он принесет с собой исцеление. И если она только сможет прикоснуться к Его одежде, она будет исцелена. И позвольте мне сказать вам, Иисус почувствовал это. Это не новая проповедь, не бойтесь. Вы все это сами читали. Вокруг все Его пихали, питаясь дотянуться до Него, толкали, двигали, хотели быть ближе к Нему, но когда она прикоснулась к Нему, Он почувствовал это. Он остановился и спросил, кто прикоснулся ко Мне. Апостолы удивились. Учитель, о чем ты говоришь? Тут много на руку, все тебя толкают и прикасаются к тебе. Но Он сказал, нет. Есть кто-то, кто дотронулся до Меня с верой, кто-то прикоснулся ко Мне с верой. И потому что я почувствовал, как сила вышла из Меня, и потому что она не сдавалась. Иисус исцелил ее тело и отпустил ее здоровой. Слава Богу! Десятки тысяч раз. Не останавливайтесь. Продолжайте двигаться. Молитесь с дерзновением. Это вера. Настоящая вера. Только об этом. Это видеть невидимое. Вы входите в молитвенную комнату, вы думаете, что вы там одни, но она наполнена Богом. Это прикосновение к нематериальному. Вы думаете, что там только вы, ашкарпит и Библия? Нет. Небеса наполняют то место. Друзья, вера — это непозитивное мышление. Вера — это уверенность, что если вы приблизитесь к Богу, Бог приблизится к вам. Если вы приносите Богу жертву, Бог приходит к вам. Это когда вы верите, что когда смиряетесь перед Богом, Бог поднимает вас. Никто из тех, кто приходил к Богу с верой, не уходил от Него разочарованным. Аллилуйя! Вера превышает все. Вера побеждает битву. Вера говорит, я не остановлюсь. Вы не сможете заставить меня молчать. Я не усну в наше темное время. Я убеждена, что Бог всемогущий, и Он в силах сделать все, о чем я прошу по воле Его. И вот что я хочу сказать вам, как пастор. у меня есть большие переживания в отношении пасторов. Я боюсь, что пастора сейчас на краю духа дремоты. Вы знаете, что такое дух дремоты? Это когда Бог сам закрывает вам глаза. Глаза перестают видеть, уши перестают слышать. Это когда Бог говорит, я доверил вам кормить свое стадо, но вы этого не сделали. Вы избрали дремать. У вас постоянное время сиесты тихого часа в Мексике или в Испании. Вы заблудились в этом мире. Я хочу, чтобы мои люди были сыты, чтобы моя церковь была благословена. А вы этого не делаете. И Бог говорит, мои работники уснули. Я верю. Помоги мне, Господь. Если мы не встрепенемся как можно быстрее, скорее. Пастора, вы слышите меня? Вы смотрите меня через интернет? Вы слушаете сейчас меня через радио? Бог не поставил вас сюда, чтобы у вас были лучшие программы в городе. И если мы не сделаем что-то как можно скорее, мы проснемся в один день, и наше правительство встанет над нашими церквями. И правительство скажет вам, о чем вы можете проповедовать, где вы можете проповедовать и когда вы можете проповедовать. Они уже этим занимаются в данный момент. Они внимательно изучают, чем занимается каждая церковь и о чем там проповедуют. О чем я говорю? Что другие евангельские церкви учат, о чем проповедуют наполненные Духом Святым проповедники. Выборы голосования, пытаясь найти путь, где мы нарушили что-нибудь, где бы мы могли приступить разрешенные границы и положение церкви. И они сделают все от них возможное, чтобы закрыть наши налоговые привилегии как церкви. Поэтому они это знают. Если мы потеряем эти привилегии, мы не сможем выжить. Они это знают. И когда я проповедую вам, многие официальные лица в правительстве работают день и ночь, пытаясь найти путь перекрыть Евангелие Иисуса Христа. вот почему я предупреждаю вас и тех, кто слушает в прошлую пятницу, когда мы проводили большую конференцию, я это сказал. Я призываю каждого пастора, чтобы ваше молитвенное служение было самым важным служением. потому что, если что-нибудь случится, и я имею в виду очень скоро, пасторы должны зайти в свои молитвенные комнаты и молиться, чтобы Дух Святой крестил их огнем жажды, чтобы они могли вести спящие церкви, поднять спящие церкви. Мы вскоре будем поражены, что неожиданное произойдет и какие перемены грядут. Я очень волнуюсь о том, что грядет. Я чрезвычайно переживаю, что будет происходить. Потому что когда правильные люди скажут последнее слово, они расправятся с нами, как только смогут. Кто-нибудь верит в то, что это может произойти? И у нас нет времени выбирать во время этих выборов человека по личности. Вы должны выбирать человека по его убеждениям и по библейским стандартам, которые этот человек разделяет. Аборты это убийство. Транссексуализм это убийство. Я бы еще добавил мерзость. То, что они делают с нашими детьми, это происходит повсюду. Друзья, это сатанизм. О, пастор, будь осторожен, они тебя слушают. Да я надеюсь, что они меня слушают. Потому что я не шучу. Послушайте. Я не буду помогать, поддерживать или содействовать любой группе людей, которые приступают к Писанию. Хорошо, вы все это слышали. И что-то не так с вашим духовным состоянием, может быть, даже вы не спасены. Если вы любым путем поддерживаете, просто потому, что вам не нравится определенный человек, вы слышите меня? Не может спасенный человек быть соединен и поддерживать, не может поддерживать никакого действия и поддерживать брак гомосексуалистов. Вы не можете быть христианином и поддерживать это. «Да, я это сказал». Кто ты такой, пастор, чтобы их судить? Знаете, я простой человек, который читает эту книгу, а судья восседает там. Верховный судья будет судить каждого из нас, когда мы встретимся с ним лицом к лицу однажды. Я только говорю вам, что он сказал. «Не может дитя божье поддерживать людей или группу людей, кто нарушает божье сердце и божье слово». И на этом я ставлю точку. Спасибо. это правда, слава Богу. Пастор, но ты можешь потерять людей. Вы что, шутите? Я постоянно теряю людей. Постоянно. Послушайте церковь. Послушайте пастора. Никакой самый лучший, даже самый лучший проповедник не подготовит вас к духовной войне. самые знаменитые ораторы выходят к кафедре постоянно, но это не производит никаких изменений и не может заставить мирских людей прийти и слушать их. Вы можете приглотить лучших музыкантов. Вы можете пускать дым, играть огнями, вы можете все здание перекрасить. И что происходит? Какой эффект это производит? Ровно ничего. Это не привлекает духовных людей. Не начинается пробуждение. Толпы людей не выходят и не каются в своих грехах. Вы что серьезно думаете это помогает? Мы все уже это проходили, пробовали все развлекательные программы и ничего не происходило. И я как Павел взываю. Помните как Павел взывает пришло время проснуться от сна. Вы меня слышите? Проснитесь, пробудитесь от сна, проснитесь, потому что спасение ближе, чем когда-либо. Отвергните от себя все дела тьмы и оденьтесь во все оружие света, потому что Иисус грядет, и Он скоро вернется за Своей церковью. Очнитесь и подготовьтесь идти к Нему. Встаньте, встаньте со мной, пожалуйста. Аллилуйя! Почему бы нам не начать молиться в это утро? Кто из вас готов, как только сможет быстро подойти к алтарю для молитвы, если вы живете правильно? А если это не так, то просите Иисуса простить вас в это утро. Выходите вперед, мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы у меня был такой приятный баритон, а у меня такой скрипучий хриплый голос. Я подожду еще немного, потому что я вижу людей с балкона, которые торопятся выходить сюда. И я уважаю это. Кто из вас верит в то, что услышал в это утро? Истину. Но пришло время искать Лицо Божие. Вот почему я умоляю вас. Вы знаете, что мы посредством собираемся в соседнем здании? Да, мы собираемся посредством на молитвенное служение. Да, мы молимся. На середине недели у нас большое молитвенное собрание в соседнем здании. Мы молимся. И мы делаем это потому, что мы верим в то, о чем я проповедовал в это утро. Когда мы молимся, что-то происходит. Скажите это, церковь. Когда я молюсь, всегда что-то происходит. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, потому что Твой Сын Иисус. Мы приходим к Тебе всегда. И признаем, что все мы отпали от благодати, которую Ты даровал нам. И мы смиряемся. И Господь просим о прощении за нашу лень, за нашу сонливость и дремоту, за то, что мы уснули. Господь, нет времени на сон, мы должны быть готовы к битве. Война грядет. Иисус. Господь, наш враг уже готов забрать кого-то из наших людей, сбить их с ног. Но я молюсь сегодня, чтобы они проснулись и встрепенулись. Напомни им, Господь, что Господь слышит и Господь отвечает. И нам надо сражаться полной верой. Господь, я молюсь за откровение каждого человека, начиная с меня, Лорен Ливингстон. Господь, отсеки от меня все, что отвлекает меня или увлекает меня в сторону. Господь, я молюсь за эту церковь, чтобы каждый человек в этом здании и каждый, кто смотрит нас, каждый пастор, кто слушает, чтобы мы пробудились. Господь. И чтобы то, что какое-то время успокоилось в нас, это должно быть поднято. Встряхни это в нас, Господь. Господь, все, что Ты дашь, чтобы встряхнуть меня или поднять жажду, неважно, нравится мне это или нет, я благодарю Тебя за это. Спасибо, Иисус, за то, что Ты любишь меня настолько, что поднимаешь меня и встряхиваешь меня. В это утро я молюсь, чтобы Господь пробудил в нас чувствительность своих людей. И вся церковь скажет Аминь. Я думал, может, мне надо купить большой будильник для специфического урока, но потом я решил, что не буду этого делать. Но я хотел продемонстрировать важность этого урока, чтобы этот будильник зазвонил в микрофон и чтобы он напомнил вам, проснитесь. Пришло время пробудиться. Время искать Господа. Иисус грядет. Кто верит в это, кроме меня? Спасибо, Иисус. Приди скорее, Господь Иисус. Я люблю вас, Церковь. Если Иисус не придет, увидимся в среду вечером на молитвенном служении. Теперь да будут слова уст моих и помышления сердца моего. Благоугодны при Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь. Люблю вас, Церковь. Аминь. Люблю вас, Церковь.